всем доброе доброе утро из домашнего питомника кастропула мамочка тут подкармливает детей которые уже прекрасно кушают сами но она пришла с прогулки и конечно же все или у нее еще есть кстати молочко но дети уже хорошо кушают корм даже уже не размочены конечно потому что им сегодня 41 день они уже достаточно взрослые малыши вот так мамочка с удовольствием закрыла глазки и кормит их вот так юляша да а я хочу вас вам еще раз поближе их показать и напомнить это дети нашего многократного чемпиона елисея внуки нашего многократного и двукратного чемпиона россии нашего мажора иди сюда мажора сейчас покажу он здесь вот он этот мажора наш забавный лунтик мажора по по документам зовут забавный лунтик а домашняя кличка у нас мажор это покажись давай это наш вот красавчик а также от него еще раз тут детки но не в нашем питомнике от вот этого курносика да как и от всех наших кобелей в принципе так ну что дедушку показала давайте начнем самой крутяшки миниатюрная очень маленькая очень шикарная девочка курносая прикурносая не знаю на кого-то похоже на папу или на дедушку или на мамочку но это просто шикарное чудо у этого помета документы ркф на сегодняшний день они без дефектов глядин этот хвостик девочку зовут ария димир джи стоимость девочки 150 тысяч рублей вот такая крошка на ладошку коби тип коби это такая компактная сбитая с короткой мордой широко посажены глазки ушки на макушке ушки уже почти стоят потому что они не крупные вот такая вот прелесть бела палевого окраса так кто тут второй крутятский пацан они тут все классные получились чистейший белый кто говорит что не бывает белых чихуахуа вот такие крапушки на ушки это все из нас из вот видите крапулечки это наверное передалось ему от мажора мажор у нас несет вот этот крап это мы уже знаем по его деткам которых мы получали мальчика зовут арарат арарат чисто белый красавец невероятный просто курнос и широкоморды сынок нашего чемпиона мальчик продается за сто двадцать тысяч рублей на момент переезда малыш будет иметь документы ркф будет полностью привит и чипирован по кому интересно пожалуйста еще раз хочу напомнить я не продаю своих собак для выставок разведения я не против если вы будете этим заниматься если все пойдет своим чередом и у малышей после смены зубов все будет в порядке а в таком возрасте давать гарантии что собаки выставочные даже от чемпионов не может ни один уважающий себя заводчик дальше эта девочка красавица белопалевого окраса черные носики черные глазки у всех наших этих щенков девочку зовут ануш тиара анушка посмотрите какая широкая морда короткая хорошая голова очень красивая девочка всех уже вылезли зубки прикусы у всех хорошие девочка пока продается за сто тысяч рублей пока это значит что ее можно зарезервировать и как только она подрастет она за эту же цену уедет к вам если она будет не зарезервирована то цена может конечно же менять на почему нет посмотрите на эту прелесть от нашего то чемпиона от нашей красавицы юлианы и хвостики у нас корректные все как положено делать у кого-то сниматься мы не любим это понятное дело так ну и кто у нас тут еще тебя снимал это анушка это арарат а это у нас димир джи вот они мои красы и кто-то убежал а убежал у нас ай петри мальчик сейчас покажу то есть в этом поймете щенки от 100 тысяч рублей кусачки кусачки маленькие очень красивые дети так показываю юлечка вот она давай давай иди сюда красавчика нашего покажем так это у нас тоже чисто белый мальчик абсолютно смотрите белый отметина только с одной стороны на головке и на ушки то есть вот абсолютно белый мечта белые собаки не кремовые не белокремовая именно белый курнос и очень тоже красивы мальчик продается за 100 тысяч рублей без дефектов беляш покажем тебе ай петри или просто петрушка вот такой вот петрушенька у нас петрушенька вот такой вот вот такая вот улыбчивая собака вот такая вот мордашка красивая все ну беги пойдем маленький пойдем давай ко всем вот тут у нас воспитатель нептун пришел это анушка тут валяется вверх тормашками он их воспитывает ему повезло потому что с более старшими детками я не могу его отпустить они там начинают так это интенсивно играть эти дотисус он не мальчик мой мальчик сон и во ему хочется кусаться у него правда такие сильно болючие зубы детки его терпят давай вот терпят и уже даже ему дают сдачи он видите пошла жара скажи зато я развиваюсь и игра все наши щенки выезжают в новые дома социализированы приучены к правильному питанию у вас не станет вопросу собака ничего не ест я полностью консультирую а также наши дети все с документами чипированы привиты по графику обработаны от паразитов от гельминтов от простейших но это очень важно на самом деле еще раз потому что сталкиваюсь с тем что кому-то не до того даже самые лучшие питомники отдают своих собак после первой прививки и аксировки но это вообще как бы ну такую мелкую породу во первых это очень рано щенок должен социализироваться и вырасти до своих там трех месяцев со своими братиками сестричками с мамочками с составей для чего собака в будущем будет социализированная не истеричная ничего она не будет бояться потому что то что даст собака собаки никогда не может дать человек это нужно понимать тот человеческое отношение с собакой это конечно очень важно но отношения собаки с собакой в обществе в жизни это тоже очень важно поэтому всегда я рекомендую задумываться когда вы заводите животное какому она относится типу до собака это стайное животное им нужно общаться вот так играть человек никогда не сможет. Никогда. Поэтому, конечно, желательно понимать это и заводить сразу парочку собак. Не парочку для разведения, а парочку для жизни и общения. Это очень и очень важно. Потому что почему-то заводить двух хомячков, люди осознают, что рыбки стайные осознают, а что собачки стайные почему-то нет. И очень многие думают, что собака будет ревновать, там и не будет, никого не примет. Нет, мои дорогие, все зависит не от собаки, не от ее характера, а именно от вас. Еще раз всегда буду приводить пример. Было бы желание. У меня в доме живет много собак, у нас есть бультерьер, которая якобы не может ни с кем жить и общаться. И у меня питомник Чихуахуа. И было бы ваше желание. Всех можно содержать вместе. Ну, естественно, для этого нужны финансы и условия. Это даже не обсуждается, потому что условия и содержание должны быть достойны, и они стоят денег. Ничего бесплатного в нашей жизни нет. Даже бесплатные собачки на улице. Кстати, между прочим, приведу пример, ну, чтобы вы тоже осознавали, да, что можно, конечно, взять собачку с улицы. Это понятное дело спасти. И это очень хорошее дело спасти бедное несчастное существо от умирания, от голодания. Вот, красавец мой пришел. Дедуля наш. Но не забывайте, что потому люди выбирают породу, потому люди и занимаются разведением чистокровных собак, потому что породистая собака соответствует характеру своей породы. А бездомная собака, ну, либо даже, может быть, какая-нибудь полупородистая, выброшенная на улицу. Не просто так выброшенная, мои дорогие, а, скорее всего, за нехороший характер, за плохое поведение невоспитанных собак выкидывают на улицу. Ну, частенько, да, слышу о том, вот, породистая собака бегает. Ну, я вам скажу еще одну такую вещь, что породистые собаки по улицам чистокровные, мало бегают, особенно миниатюрных пород. Мне пишет одна, ага, разводите, а потом мы бегаем, собираем ваших чихуашек. Я говорю, а вы купите у меня за 100 тысяч щенка, выпустите его и посмотрите, как долго он пробегает. Ну, можете даже взрослую собаку взять, выпустить и посмотреть, как долго она пробегает. Почему? Потому что у нас, я хотела снять видео отдельно, но расскажу в этом раз уже начала. у нас произошло ЧП, примерно месяц назад у заводчика убежал щенок чихуахуа, у заводчика проскочил под воротами, ну, открыли там дырочку, как это бывает, да, вот эти вот, я, говорит, не успела глазом моргнуть, взрослая собака чихуа и щенок исчезли. Ну, взрослую сразу же нашли, вот кинулись буквально 10 минут, а малыша не нашли, ребята, до сих пор. Обыскали весь район, оспросили всех людей, обвесили все объявлениями. Щенок не чипирован, но щенок был и есть, он, это дети нашего мажора, то есть, я вам рассказываю историю жизни, которая вот-вот произошла. клеймены, документы РКФ, все, белые с шоколадными пятнышками по ушкам. В общем, мальчика не нашли. Это было месяц назад где-то примерно, ну, сейчас я точно не скажу, но примерно где-то месяц назад. А в интернете везде кинули эти объявления, что пропал щенок, там-то, там-то, центр города. Ну, что вы думаете? Нет, не нашли, нет следов, нет, все, нет собаки. Конечно же, в первую очередь всегда человек переживает, что случилось с собакой. Хоть бы там большая собака не повредила, не нашли, хоть бы кто-то его подобрал. Ну, что вы думаете? Проходит, наверное, дней 10, связывается с нами директор клуба и говорит, что с ним связался человек по клейму, нашел клуб, позвонил и спросил, сказал, что он нашел собаку. Ребята, ну, послушайте, то есть, напоминаю, да, собака пропала, 10 минут ее не было, 10 минут не было собаки. То есть, через 10 минут кинулись, их выпустили во двор, кинулись, что щелочкой собаки вышли. Большая мама есть, а щенка нет. И он не хочет отдавать эту собаку. Он нашел по клейму клуб, уточнил про щенка точно, какой у него возраст, чтобы знать про прививки, про 5-е и 10-е. Директор клуба сразу же связалась со мной, связалась с заводчиком. Начали связываться с этим человеком, на что он сказал, что он уже далеко уехал на материк, в Екатеринбург, куда-то там, и собаку он не вернет. Что он его нашел там в каком-то обезвоженном, блохастом, в какой-то канаве, в какой канаве в центре города, ребята. Щенок далеко уйти не мог, его видели, там и в машине сидели, говорили, вот он туда побежал, все, исчез. Его просто, ну, да, его нашли, но его украли. Так, чтобы вы понимали, щенка не вернули до сих пор. Написано заявление в полицию, и по, уже вызывали в полицию заводчика, все, молодец, там парень полицейский, очень даже, ну, отнесся к этому серьезно, вот, и я надеюсь, я расскажу вам, как закончится эта история, ну, вот такая история, но я хочу напомнить, что собака, это, ну, мы начали с того, что долго щенок не пробегал, да, его тут же выкрали, вот, это раз, как же ж, человек понимает, да, то есть, он по клейму нашел клуб, знает, как, то есть, это делается, но я хочу напомнить, таким людям, что собака, это частная собственность, это то же самое, что если бы вы нашли кошелек, с карточками, с деньгами, и сказали, да, кошелек мокрый, грязный, я не отдам вам его, то есть, написано в заявлении в полицию, стоимость щенка 100 тысяч, от племенных производителей, чемпионов, вот он, чемпион валяется, папа этого щенка, и, ну, посмотрим, как наша полиция будет разбираться с этим, и какие там уже и моральный ущерб описан, и тому подобное, все, мне кто-то пытается позвонить, до новых видео, до новых встреч, и когда нужно делать университет, должно быть, если вы относитесь, когда живите в доме,